На сегодняшнее число на водных объектах Удмуржской республики погибло 25 человек. В прошлом году эта цифра была несколько больше, их было 33. Спасено у нас в этом году 10 человек. Но эта статистика, надо сказать, пополняется ежедневно, я бы сказал, даже ежечасно. С начала купального сезона погибло 22 человека. В общем-то, картина гибели людей, она практически везде одинаковая. Вот я перед тем, как мы начали работу по записи, посмотрел нашу тетрадь учета погибающих. И там повторяются прям формулировки. Пруд деревни такой-то или СНТ погиб мужчина в возрасте от 20 до 50 лет. То есть, если нарисовать портрет погибающего, то это, собственно, деревенский житель, который проживает в населенном пункте, где поблизости есть пруд. И, видимо, употребляя на этом пруду спиртные напитки, человек и погибает. Большинство жителей, которые погибли в этом году, да, собственно, и в прошлом году такая же картина, они погибают на мелких прудах. На мелких прудах в Каме у нас погибло 2 или 3 человека в этом году всего лишь. Все остальные погибли в нетрезвом состоянии, неподалеку от места жительства. Эта картина немножко по-другому складывается в отношении детей. Понятно, дети погибали трезвыми. И по странному стечению обстоятельств они погибли у нас в этом году в одном районе, в одной реке. Река Крыкмаски, Ясовский район. Ну, тут основная причина – недосмотр со стороны родителей, со стороны взрослых. Дети просто бесконтрольно гуляют по берегу, залазят в воду и тонут по этой причине. В Киясовском районе, в частности, вчера работала группа должностных лиц Удмуртской республики под руководством Уполномоченного по правам ребенка. В составе группы были представители по делам несовершеннолетних отделов. Я лично выезжал вместе с ними. В администрации было проведено совещание с привлечением всех должностных лиц, в том числе прокуратуры, пожарные части, представители органов образования. Я руководил процессом, соответственно, уполномоченный по делам ребенка. Были заслужены должностные лица, выработаны меры по предотвращению в дальнейшем этих происшествий. Дополнительные меры. Потому что работа, на самом деле, в Киясовском районе ведется достаточно на хорошем уровне в этом направлении. Там, допустим, создано три пляжа. Это наибольшее число по районам Удмуртской республики. Больше нет ни у кого. Пляжи в достаточно хорошем состоянии. Дежурят спасатели. Проведено водолазное обследование дна. Организованы дополнительные маневренно-патрульные группы. Они выезжают при наступлении жаркой погоды. А погода у нас жаркая каждый день. Два раза в день. Ну, естественно, все сразу не охватить. Наиболее, так сказать, опасные места. Они выезжают два раза в день. В 11 и в 2 часа дня. И проводят работу по профилактике этих происшествий. В том числе поставлена задача по оформлению административных протоколов на этих людей, которые купаются в неположенных местах. Принимаются меры по удалению детей, если вдруг они будут выявлены на водоемах. Ну и составление на родителей этих детей при наличии состава административного правонарушения протоколов, в том числе и по статье за оставление детей в опасности. В республике далеко не во всех районах организована на должном уровне работа по привлечению граждан к административной ответственности за купание в неположенных местах. На сегодняшний момент составлено 15 протоколов вообще за нарушение правил охраны жизни в единоводных объектах. Но есть районы и города, где эта работа ведется. Вот они, собственно, составлены в двух муниципальных образованиях. Город Глазов и Керский район по этому направлению активно работают. Во всех остальных муниципальных образованиях дело обстоит хуже. На территории Удмуртской республики по состоянию на сегодняшний день задекларирован 21 пляж. К сожалению, не все пляжи сейчас у нас с разрешенным купанием в связи с тем, что вода не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического надзора. Но, тем не менее, эти пляжи функционируют. Они соответствуют требованиям безопасности. На всех этих пляжах созданы спасательные посты, проведено водолазное обследование дна, созданное ограждение границы заплава, необходимая информация размещена на стендах. Но, если вода не соответствует, на них вывешивается черный или красный флаг, и гражданам настоятельно не рекомендуют купаться в такой воде. Пять пляжей у нас с разрешенным купанием. Основные меры безопасности, которые категорически необходимо соблюдать, это, во-первых, сохранение трезвости. Еще раз повторяю, что в основном люди гибнут в нетрезвом состоянии. Выпив, человек перестает оценивать собственные возможности, чувство опасности утрачивает. И поэтому, в основном, тон. Кроме этого, нахождение в воде – это большой стресс для организма, а для нетрезвого организма – это тем более стресс. Поэтому, возможно, обострение просто присутствующих заболеваний у человека. Если у человека больное сердце, он выпил, залез в воду холодную, естественно, с ним случаются проблемы. И он на фоне этого тонет. Ну и, что касается детей, присмотр. Непрерывный присмотр. Вот в обоих случаях, когда дети у нас погибли, они просто вышли из-под бдительного ока. Либо родители, либо бабушек и дедушек. Убежали. На пять минут отвлеклись взрослые. Дети ушли на берег. Достаточно далеко, кстати, ушли от населенных пунктов. По берегу реки Крыкмас. И вот случились трагедии. Необходимо постоянно за ними следить. Ну и, естественно, проводить с ними беседы. Объяснять детям, что вода – это опасность. Что нельзя купаться без сопровождения взрослых. Детистика у нас и спасенных, и погибающих постоянно корректируется. Вот недалеко, как вчера, у нас два происшествия было опять на водных объектах. К сожалению, в городе Сарапу человек погиб. А в Алнашском районе, благодаря действиям очевидца, гражданину удалось спасти. Он находится в больнице, правда, по информации, которая у нас на сегодняшний момент есть. Человек действовал грамотно, человек вытащил из воды утопающего, оказал ему помощь первую. Благодаря этим действиям мы надеемся, что человек останется живым.